С 1 октября изменится порядок оформления различных выплат. Так, пособия по безработице можно будет получить только на карту МИР. Отметим, что меры такой дополнительной поддержки, введённой в пандемию, с начала октября перестают действовать. Получение детских пособий будет осуществляться после заранее поданного заявления, но пока получать их будут на старые счета. Полный переход этих выплат на платёжную систему МИР откладывается до следующего года. Гражданам, у которых период назначения или переназначения пособия попадал на период действия пандемии с 1 марта по 30 сентября, этим гражданам в автоматическом порядке мы продлевали выплату пособия. Обращаю внимание, что сейчас, после 1 октября, им необходимо прийти с пакетом документов также через МФЦ или через региональный портал государственных услуг с подтверждением, соответственно, среднедушевого дохода семьи, то есть дохода своей семьи, и с свидетельствами о рождении, паспортов и также выпиской из домовой книги. Вообще о платёжной системе МИР в последнее время говорили много. Планировалось, что с 1 октября пенсии будут начисляться только на эти карты. Однако реформу вновь перенесли. Пока пенсионеры по-прежнему будут получать деньги на карты других платёжных систем. Насколько мытищинцы доверяют современным платёжным системам? Я пенсию перевожу на карту МИР тоже. Доверяю. Доверяю вполне, да. Я считаю, для меня неудобно. Только наличными. Ох, сумки. Пришла, рассчиталась и всё, и заплатила. А МИР, я должна пенсию, ну, увидеть, сколько у меня там. Там ещё за жильё доплачивают нам. И всё это, там расшифровка. А в карте будет одна цифра, и всё. Какие могут быть вопросы, если работают? Должны были перейти на автономку. А получается, что, наверное, ну, кому не везёт, тому не везёт. С миром всем везёт. Всё устраивает. Пользуемся давно. И зарплату на него получала, и теперь пенсию военную. Я вообще карточкой не пользуюсь, потому что мне не хватает понятия с этим. Мне домой пенсию приносят. О других новшествах. Что касается субсидий по коммунальным услугам, их будут предоставлять на полгода, как это было ранее. После этого необходимо будет снова подтверждать своё право на их получение. Напомним, в период пандемии этот процесс был упрощён. Субсидии продлевались автоматически в беззаявительном порядке. Отдельно стоит упомянуть, что с 1 октября возвращается очный порядок установления инвалидности. Гражданам, у которых наступает период переосвидетельствования при прохождении медико-социальной экспертизы, им нужно не забывать, что в этот период, в этом месяце нужно обязательно обратиться за назначением или переназначением льгот ЖКУ. Поэтому граждане должны обратиться или из дома, через региональный портал государственных услуг, с последующим подтверждением подлинников документов в МФЦ или сразу непосредственно в МФЦ, предоставив следующие документы у них, которые есть на руках. С 1 октября в Подмосковье также устанавливаются новые цены на газ. Повышение должно было произойти ранее, но из-за пандемии процесс был отложен до октября. Так, тариф на использование газа для нагрева воды и приготовления пищи составит 6 рублей 76 копеек. Подробнее ознакомиться с информацией можно на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области. Марьяна Зборовская, Денис Корнев, Андрей Капустин, 1-й Мытищинский.